Смысл тот, что мы готовились перекрывать здесь первый мостик, каждый год там проносит метров 8 ширина, ну где бы камни-то там толкали, кирпичи где. Мы решили сделать так, чтобы весной вода шла и разнувала. Потом везли туда эти сваи, это надо дерево найти, подходящей толщины, теперь четырех сторон, вот роман сидит зеленый, отпилить, потом его смолили, обработка эта, и туда привезли и все сложили. Чтобы нам их забить, эти сваи-то, нам надо что-то иметь сначала, как их забивать-то. Ну и сумели, сделали, все. И вот в понедельник, прошлый понедельник, понеделя назад мы туда пришли, я прошел по всей деревне, все согласились, что я у вас был на дому, по порядку. Заходил я Кустиновым, Кустиновым заходил, заходил Барабашам домой, заходил Кирчукам и Глушковым, коров туда не гонять, потому что у нас там проволока безумно стягивали, а проволока торчит, корова вымем, и она тороп вымем даже. Слышали, слышали, не гонять пока не закончен. Очень простое, но у нас задержка была, нет и нет, не было долго бульдозеров. Начальник будет, сломался, приматируем, будет Валерий Владимирович. Наконец мы туда приходим. Приходим, я смотрю, коровы и лепешки прямо тут и лежат. На мостике. Значит, гоняли. И видно, покуда гоняли. Это что все предупрежденные знали, что нельзя и гонять. По порядку, давай, Игорь, у тебя только один гонял туда, в прошлой неделе. Ну не ты гонял, но видел, что коровы на первой мостике? Не видел. Ты с собой спички берешь, когда нет? Никогда. Ну верить или не верить, это уже ты знаешь. Но главное, что сказали. Устиновых, кто ваших поселок? Где? Ну поднимите руки, пастухи. Так, два. А где это? Они отдыхают. У них где-то где? Отдыхают. Нету. Где? Некого, нет. Некого не отдыхать, старшие дети. Отдыхать. Мужковое поло. В деревню куда-то ехать отдыхать. Это чушь. Из деревни есть такой, когда все свои, да вот она рядом, пойди на баню там отдыхать. Да нет, это безделье. Спрашивает еще не с кого. А почему? У меня, в мое личное мнение, я девчонок ставлю мне подозрение. Мы пришли, а они там зажигали, мы сено привозим, сабонит, сено подожгли. И сваи, которые мы делали, эти, ну, примерно вот такой высоты столбы, все. А они жгли там. Это вообразить даже нельзя. Это злодеи. Это не просто шпана какая-то, а то чужее. Чужее только порог Илья мог сжечь. Больше никто. Там нет проезда, ниоткуда прийти. Все закрыто. Прийти ниоткуда. И лепешки коровим еще привезли корову, чтобы оправлялась. Я на что сидел, сидел тут и дурью маялся. И главное, привезли, куном называется машина, грузили большие блоки, вот такие вот блоки. И внутри их, с разъезда, отверстие, заходи там, развели огонь, и он лопнул этот блок, лопнул, разлетелся на обречестве. Это не минута, не, а тушь греется. Ну, у меня, у меня мысль, моя мысль, что это не девчонки сделают. У тебя спички бывали с тобой? Да нет. У тебя, ну, явно мое мнение, значит, ребятишки остаются плюс какие, устиновские, которые пасли. Дальше. У Барабаша, Юрий Багилов, здесь нет. Попадать сидит. Я его спросил, у меня есть пищи, никогда не было. Дальше, Гушковские и Ильщуковские. Вот. В каждом доме есть пацаны, ребятишки. Кто это сделал-то? Ну, разберитесь. Устройте допрос, еще просто-то. К нам здесь в садхи залезли, а они не были, не были. А я пришел, отпечатки оттуда снял, отпечаток принес сюда. Они в храм приходят, а ну давай по шмаке сюда, раз, один к одному. Что врешь теперь? Что тут? Тут следовать не надо, легко расследовать где-то. У нас есть такие из этих ребятишек, которые уже поджигали. Уже замечены, как маньяки на этом. Ну, вспомните. Ну, фильм смотрели. Как он называется? Там моя мама, она поджигала там все. Воспоминяющий взгляд? А? Джен Гея. Джен Гея. Джен, это Евгения. Эй, возможно, Евгения, так перевести можно. И она все поджигала, пока не сгорела. Она везде все поджигала. Были у нас, которые из этих поджигали уже, были. Им особенно тщательный допрос. Я говорю, кто это поджигал, если бы ты знал, что это твой отец работал. Мы среди комаров с таким трудом лазили, шкурили. Каждый раз нанимать было машину. Тогда Ерема помог вывезти сколько отсюда. И потом здесь подсушили. Потом Роман пришел, на четыре стороны к линии отпилили. Потом опять машину привезли. И там теперь смолят и смолят в этом растворе отработки. На два раза их смолили. Это же горючий материал-то. Он и горит. И главное, там в конце не про смоленое, а сейчас осталось не смоленое, которое. И там спереди маленькие. Это чужой бы дядя пришел и сидел бы на шестой и тут жил. Около деревни. Ну что вы? Уж совсем никакие. Так это давно было сделано. Давно это было сделано? Какого числа я проходил, не знаю. Недели две. Я сказал, пока мы не сделаем, короб не гоняйте. Ну гоняли, определенно. Сожженные, сожженные. Ну шажженные, кто знает, когда. В этот промежуток, до понедельника, неделю назад. Мы же не ходили, у нас все готово там. Мы ходили, там сваи эти возили. Потом сваи эти забивали. Потом их стягивали, стянули. Мне мысль пришла, на том месту было. Сейчас приедет бульдизерист. Когда мы это навалили, а там провода соединяют между собой два. Он их стянет вместе. Я посылаю Никиту. Никита, иди, разблокируй. А теперь они развалили. Хоть так, хоть так. Мы не знали, как правильно сделать. Если бы валили туда только мелкая земля, тогда бы стянуть, а там проволока осталась на месте. А у нас тут уже было. Он первый свой снял, который целит. Она как упала, не прорезала. А на нем. Ну я с удовольствием, что лопнула все и переломала у нас. И наша вся городушка ушла. Поэтому мы разблокировали. И поэтому наружный слой у нас вот так стояли сваи. А теперь вот так вот пошли. Вывалило. Нам вообще непросто было. Ну а это когда пришли в понедельник, я гляжу, тут все пожжено. Когда они сидели, дуривались, книжки не считают. Которые книжки считают? Вчера кто до обеда пас? Нам наши после вчера. Вчера до обеда кто? Тайсин. 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 Мы на втором мостике далеко. Я вижу там пасет, девчонка. Я пошел. Я замерил. 660 шалов. Я все, везде математика. Я дошел и с ней переговорил. Я говорю, знаешь, первый мост уже все сделано. Ты перегоняй на лево или на право, но на второй не пускай. Что она сказала, я не знаю. Я говорю, ты хорошо расслышала? Хорошо. И опять пошел назад. Глину вместит. Мне зачем это надо? Мне ваши коровы нужны. Чтобы они были сыты. Это ваша валюта. После обеда кто пас? После обеда девочка пасла. Но они менялись между собой. Как? Еще даже пол обеда? Пол дня еще меняется. Это уже Янченковская. Это они первую тут заразу пустили. Мы пасли. Мы после первая такая ложбинь, где-то протаяла ложбиньки, выгоняли лесною. И загоняли, уходили, когда снег покрывал землю. И ни одного выходного не было. А дурели совершенно. День разбили на двоих. Да еще это дополняем еще. Заклепки в ушах все время. Все еще это слушают. Стихотворения одного без подсказки рассказать не могут. А безумие. Это ваше наследие. Я видел, там девочка была. Вчера. Кто? Тася. Ну, она. А? Тася. Тася. Я опять пошел. И опять 666 рычагами. Пришел к ней. И точно одна же прокричала. Она подошла. И говорит, ты хорошо поняла? Поняла. Я вернулся. Ты поняла, что я сказал? Можешь прогонять. Свободно теперь. Так как камень. Но чтоб камень. Ноги не провалились. Мы стеном застелили его и землей придавили. Корову может ходить. А не стоит. Все смоет. Один камень останется. Это я для коров все делаю. И она говорит, поняла. Поняла и погнала в том направлении. Подальше отсюда, чтобы я не мешал. И та поняла утром тоже. Я сказал, она тут с ними. А этот бок. Лог. Там вот как в столешности. Там ничего нет. Даже заводить нельзя. Но сюда гнили, тут трава зеленая, полно. Ну нет. Две недели никто не ходил. Три недели теперь. Нет. Гляжу, я вышел тогда, где больнозер стоит высоко. Гляжу, далеко погнала. Потом видно, коровы не очень ходят. Овечки. Я посчитал сколько. 37 крупного рогата. Мне кажется, 67 овечек. Они сами не знают, сколько у них. Два раза пересчитал. Я когда пас, я всегда пересчитывал. А пересчитывал было 1200 овечек. Я считал. Один раз 10 штук не досчитал. Вот. 91-92 год. Корщинские пригоняли. Когда деревья начали восстанавливать. И я на коне. И поехал. Везде, везде по лагам. И овечки вернулись. А они не знают. Был там воно, нету? Нету. Я подошел. Стоит с заклепками у шах Василиса. У пруда. Там, где костровый пруд. Стоит она. Коровь-то закрутила. И они лежат. Я подошел. А где овечки? Ну вот они. Вот и глянь. У них овечек-то нету. Третьей части нету. А овечки эти уже там. Вот и на наш оголочек. И мы что-то. Ну выйдет, посмотрит. То есть это и в абсолютно безразлично. Я расскажу, что ваши дети учат коров летать. Но крылья бы так и не выросли. Когда мы пришли на второй мостик. А там прорыв. Прорыв огромный. На ширину. Ну вот отсюда, допустим, до стены. И такая, и тут ширина может быть. Вот отсюда, до этой стены. Прорыв. И все это доросло вот таким вот бодырьем. А там лебеда, там крапива, конопля, все. И там не видать ничего нету. И только вот такая вот. Пройдите ступнёй. А они коров годят. Корова не видит, что там. И с этого обрыва кот туда падает. И видно, как она там рюхнула. Корова или овечка. И они им это очень интересно, ребятишкам. Это картина на глазах. Они учили летать их. Но только не на том месте их. Без жалости. Написано, праведник милует. Скоты своя праведник милует. А я вижу, один бежит из них. Палка у него алюминиевая. Лыжная. Корову по маслам лупит. Алюминиевая палка. Я его захватил. Другие двое, значит, умудрились корову за хвост и кататься на велосипеде. Ну, я прямо на месте поймал ее. Ну, а еще сделаем. Да главное, детей научили. Папа сказал. Если вы еще нам скажете, то с папой будете разговаривать. То есть, детей травят. А то враги. Да раньше, если тебя заметили где-то, в Шарщине, я, говорит, шел. И с дедом не познакомился. Не поздоровался. Он у меня с другой стороны улиц. Я, говорит, правда, шел, задумался. А ну-ка иди сюда, Ванюшка, подошел. Ты видел, что я шел? Где-то Панкратий я не видел. Он мне, говорит, оттрепал за ухи. И придешь отцу, скажи. Я пришел домой. Я проверю. Они так, тронь моего сына. Я тебе только тронь моего сына. Твоего сына Бог будет трогать. Выметать. Отец, говорит, узнал у меня, говорит, Варжан и так отходил. Я по сей день помню это дело. Все смотрели, помогали. А сейчас так, не трожь моего. Я сам наказывать не буду. И тебе не дам. И говорить ему не позволю ничего. Они тебе покажут. Ты их не учишь. Они с этих строений не слазят. На строениях, которые там, коровники, и бегают. Я говорю, ну сорви. Вот на участок квадратный метр. Нарви на ладонь мне травы. Там нет ничего. Они безжалостные. Звериный характер у ваших детей. Им причащается. Самое страшное, что причащает батюшка их. Да как? Вы совсем ничего не понимаете. Вы закабалили себя. Боитесь друг друга. Был Николай Филищков. Загнал на эти развалины. И стоит семечки щенкает. Вот такой подсолнух. Я увидел из лагеря. Пошел. Знаю, что приятное. Мало. Он матерялся. Пошел в ныря. Я подошел. Николай. А что ж ты корову не пасешь? Как не пасут? Ну тут нет ничего не развалины. Крапива. Крапива, свинья ест, а корову не ест. Но она сама знает, куда ей идти. Да как она знает, куда ей идти? Виталь Мистинов когда пасет издалека. У него только палка свистит. Она летает. Закружат на одном месте. Палка в руке не бывает. А только воздухе по башке. Ну мы уже на лагере. Я полезу на вышку. И я еду на велосипеде в степь. Начинаю с ними беседовать. Давай помолимся. Что ж ты такое растет жестокосердное? Что с тобой дальше ты будешь делать? Мы ехали по Армении. Там дорога. И вот обрушенная так. И глина. Корова подошла и глину грызет. Глину грызет корова летом. Солнце только на восходе. Шестой час. Я говорю мужики идут. Я говорю откуда идете? Коров вы водили на пастбище. Вечером мы уже подъезжаем к большому селу. У солнца на закат. Коровы еще пасутся. Во сколько вы загоняете? Такие травы. И все вам не поутру. Мы проехали по всему миру. Лучше, богаче нашей земли нигде не видели. И вода и все. И еще полопеда еще по часам разбили. Не стыдно вам? И вы вернуть вас на прежде уже невозможно. Человек, который научился курить, он уже не бросит. Пока не сдохнет. 12 лет жизни уже вычеркнуто из жизни. Вы разрешили пасти по половиной дяди. Спросить нельзя, кто хорошо пас, кто хорошо. А почему бы вам не сделать? По неделю и сразу видно было. Корова давала 12 литров, а теперь 8. И ты бы сказал, вот тот, тот, так пас. Вы знаете, что мне не друг Саша Буха. Но он пас хорошо. Последнее время Ося пас хорошо, далеко гонял. Лена, когда пасет, далеко его гоняет. Ну, когда я пас, я всегда спрашиваю, и как молоко? Молока сегодня намного больше было. Ну, мы родили здесь. Я сын пастуха. Отец 40 лет пастухом был, без руки. Когда напоить? А они ни на что не смотрят. Корову в воду залезла от паута. Ну, ты выгони ее, время-то уже 4 часа. А когда кормить-то будешь? Теперь она хватает все подряд. А узнать очень легко. Случилось однажды на севере воровство. Ну, крутили-вертили, пришли к грабы по философу. Это шаман по ним. И он говорит, хорошо, как это стемняется. Приходите, весь народ, село, и я тут развернусь. И вот он устроил, он говорит, внутри у меня там котел. Котел, видели? Вот так, вот котел. И каждый заходит, и котел должен потереть. Если вор, он зазвенит. Если вор, он зазвенит. Я говорю, что-то отколдовал, и все как. Но заходят все, и не звенит. Все вышли, никого нет. Он говорит, теперь подходите по одному к костру. Все подходят на руки-то. Сажа, а у одного нету. Почему? Он побоялся, что зазвенит-то у него. И он не тронул. Но оно зазвенело в душах у него. А где это написано? Седьмая глава исход. Это книга Иисуса Новина. Когда его узнали, кто? Ахан Сензары. Я взял. Заклятое все. У них нельзя брать ничего. А я взял. А ты брал? Почему не сознавался? Двенадцать колен пошли. В каждом колене там пятьсот тысяч. Нету. Дальше по племенам. И одно племя вышло. По семействам семьдесят человек. По одному. Как только он пошел, сразу луч света ударил. Это вот. Итак, сын мой, Сензары, что ты сделал? Он говорит, когда завоевывали, я увидел там золото, серебро и ценную одежду. Куда делал? В шатер. В шатре. Завил там. Юноши послали. Они быстро прибежали. Правду нашли. Что ты сделал? А как узнали? Израиль непобедимый. Воюет. Тысячи людей убивают. У них даже раненого никого нет. А в этот день тридцать шесть женщин стали взорами. Тридцать шесть трупов. И сразу остановилась война. Бог обещал, не будет у нас падше. А тут падше. Что делать? А найдите виновного. И вот он брал один. А жена, может, была не одна. Дети. Скотина. Написано, чтобы сейчас же все у него взяли, все сожгли и камнями закидали. И теперь учителя туда приводят учеников и показывают. Вот это был охам сын Зары. Взял из заклят. Вот там, там лежит он. Вот этот холм, там внизу он лежит. Все. Вы найдите его, охама этого. Охамевшего хама. Это не чужие ваши. Найдите. Пусть мне вернут. А мне не хватало. Теперь я снова приехал сюда, опять набираю 40 до 40, 80. Нам на второй мостик только, мы 80 шпа этих, в свадь забили. 80, саманили сколько. Ну, главная работа это Никита и Володя. Нам-то это, у нас прибыли никакой нету. Это за пределами деревни, ну, и дорога-то деревенская. Еще непонятно. Найти и обезвредить. Я вам подсказывать не буду. А вы могли бы определить? Вот меня спрашивают. Я за вас должен ваших детей еще искать. Руки на стол. У меня хлеб один в туалет бросил. Руки на стол. А теперь, теперь стал обходить круг за кругом. Следующий, власть. Ты же знал, что нельзя. Нет, я не брал. Я не брал. А как-то вы понесли, когда дежурная. А я под свитер положил. Вот так. Он не брал, а под свитер положил хлеб. Ну, вышел в туалет бросил, когда испугался. Ну, или в семь лет Алеша кто будет звать. Я и сестру его старшей сказал, поговори с ним, чтобы вышел, сознался. И теперь, теперь наказание. Напекли пирожки. Тогда было много зернышек подсолнечных с медом. Там пальчики обрежут. И вот такие большие были у нас тазы полные. Все, заберите. Устинова куда угодно, оттесите свиньям. Лагерь решается всего этого. Иди без хлеба. Хлеб насущий просит. Так тут был милиционер, Геннадий Петрович Грушинин, подполковник. И я пошел, его призвал, чтобы он выступил. Он селили, поднимался вину. Как хлеб дорого давался. И ни один не соглашется. Я весь день сказал, туда идите, все, идите ищите. Весь лагерь ушел. А детишек было много, там больше 70 человек, кажется. В ту сторону ушли, сейчас. Туда, сюда до обеда ходили, никто не соглашется. Но и все равно нашли. Нашли теперь такое наказание. Была однажды одна девочка. Брат был наказан, без еды. А она взяла хлеб и испугалась потом. Я ее должен наказать. И в то же время чувствую сострадание. Я ее не мог наказать. У нее плюс и минус. А ее Настя была звать. И она уехала, в следующий год приехала и говорит, скорее накажите меня. Я всю зиму думала. Я ее томила, то, что она не наказана. И так и осталось. И так я ее не наказал. За жалость, братишки, плюс. А то, что ты выбросила, тут минус. Но это редкий случай такой. Конечно, я должен был ее и наказать. Я добрый. Я не решился на это. Они слишком малы. Это есть 93-й год на Виктории Гуго. Когда он не досмотрел, крепили пушки. Революция должна была подниматься. И пушку сорвала. Я на пушку покаталась, попал. Говорит, то одну пушку разобьем, то другую, то третью. И, наконец, один ее задержал. Задержал. И этот, когда вышел, начальник, и говорит, ты задержал, ты мог погибнуть по ней. Он говорит, да. А колеса-то железные были. Он сразу ему дали раду. За то, что ты ее не закрепил, за это ты достойный след. Не вытащил пистолет и расстрелял. То есть наградой получил и другое. То есть вот так и такие ситуации бывают. Коровы ваши не научатся летать, только вниз головой. Теперь вы подняли почти на метр, чтобы весной легко вода пошла. Теперь нужно мне посоветоваться с вами. Стоит ли там уровень воды поднимать выше, второй мостик. Дальше. Вода тогда пойдет туда, машину будто завезу, чтобы вода не будет переливать, там запруда сделана, чтобы она в камне разбивалась и не вымывала ничего. Там и там думал. Я вчера там еще раз сходил, еще посмотрел. Если поднимем еще хотя бы на полметра уровень воды, но я бульдетер должен туда догнать, чтобы он взбил землю и сверху камнем ее придавить. Это можно сделать. Тогда вы карп запускаете. Здесь будет 4 метра почти глубина. Прогазать не будет. У вас будет карп не одного лета, задали летом, ну а осень он такой был, вы перевалили его, а там нормально будет. И туда, по трошей, это не очень где зимой рыли снег. У меня вопрос стоит теперь. Поднять мы можем. Потому что где прорыв был, мы сделали заплот с одной, сорок свай, и с другой, и все засомонили. Там уже не пройдет. Как я когда закончу, бобрами, наверное, займутся. На каждом кругу замечены следы их. Я позвонил в охот в Союз, в Алтайском крае, а они слезались и выверли на меня мамонтовский. Ну хорошо, мы разберемся. Все еще разбираются, уже 4 месяца. Еще они не будут разбираться. А вот сидит больный лест, и мне и говорит, я говорю, вашим людьми, а телевиден сегодня. У меня в голове пошло, кто такой, как. А я говорю, смотрю, говорит, он, и будет килограмм 25. Шпарик, это бобер. Я говорю, тут есть не бобры, а барсуки. Нет, бобер. И я говорю, какого цвета все сошлось. И в самом деле, так прошло, а потом погожил сюда. Килограмм 20-25. У него мясо очень ценное. И шкуры. На кого похожий? А? Бобер ты был. На кого похожий? На выбора. На выбора точно похожий. Ну как? Большая, ну да. Большая твоя собака. Вот такая, как твоя собачка была. Он жирный, справный, зубы, два зуба такие вот. Он как бы у меня донот, донот, и мотак вот он вырезает. И они все время растут у него. К стоматологу ни один не ходит. Плоский хвост. Плоский хвост у него. Ну вы видели его? Большой. Вы видели его? Видел его. Видел я его, говорит. Ну я ему поверил. Я говорю, как ты мог увидеть трава высокая? А я, говорит, в кабинке высокой сержу. Я вот здесь вот за рязкой смотрю. И вот спили выдели деревья. А сейчас вода ушла вниз. И стали пень. И вот выточены вот так вот. Ну там осталось, нужно рукой перехватить. То есть дерево вот они перехватили. А там гор, который вот этот берег подточен, и там, и везде. Но главное, что они сильно попортили. Надо показать, где на костром, на лагерном труду. Мы будем еще немножко свай заготавливать. И то место окружим. Я думаю, он не будет идти. Зачем ему аппетит портить? В чем? Шофер такой. Я купил четыре капкана. С двух сторон пружины. Если сам будешь ставить, и хлопит по руке, так домой капканы притащишь. А один мужик ставил капканы, попал в молочный капкан. И ничего не мог сделать. Ногу отрезал себе. Какое мужество было. Забинтовал, и самой ногой так и живет. И у меня сыпочки, к ним есть все. А Андрей долго делал сыпочки для кротов. Это вот неприятность. Значит, найти поджигатели. Найти этих летунов, которые скотину там водят. Там я все рассмотрел. Похудо, скотина заходит, как она. Это дело очень нехорошее. Это жестокосердные люди. Третье.